На 50 тысяч евро, полученных в рамках проекта Венсполского самоуправления приобретение оборудования по программе улучшения качества образования в учебных заведениях, в этом году для венсполских школ были приобретены 7 проекторов, 19 документ-камер и 8 интерактивных досок с проекторами. Все это оснащение используется в учебном процессе. Школьники проявляют больше интерес к предмету, когда при его изучении в ход идут не только учебники и тетради, но также и информационные технологии. Современные технологии рядом с нами ежедневно. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни. И, конечно, на них должен опираться учебный процесс. При этом мы не должны забывать о классических ценностях. Думаю, что компьютер никогда не заменит книгу. И в конце концов компьютер, как современная пишущая машинка, не заменит то, что человек может писать от руки. Это только помощник, средство, а все остальное зависит от самого человека. Некоторые педагоги опасаются того, что использование современных технологий отрицательно отразится на формировании личности, что простое нажатие кнопки может заменить такие навыки, как письмо, аналитическое мышление. В среде педагогов существует опасение, не будет ли так, что, находясь постоянно в среде экранных медиа, дети перестанут творчески мыслить, а подчиняться рефлекторному влиянию того, что постоянно демонстрируется. С точки зрения педагогов, это реальная проблема. Поэтому надо найти рациональный баланс. Живя в 21 веке, мы должны уметь использовать то, что нам предлагает технический прогресс. С другой стороны, нам надо понимать, как устроен человек. Важно, чтобы все это не переросло в то, что технологии начали бы нами манипулировать. Чтобы было критическое мышление, забота о сохранении рационального равновесия находится в ведении учителей, руководства школ, министерства и депутатов Сейма. В учебном процессе всегда участвуют две стороны – ученик и учитель. Для современных детей использование информационных технологий не составляет особого труда. А вот для педагогов, которые росли не в век новых технологий, это доставляет определенные трудности. Когда мы с Янисом учились в школе, мы даже такого словосочетания «интерактивная доска» не знали. Мои дети сравнительно недавно закончили школу, но и у них еще не было интерактивных досок. А сейчас это обыденная вещь. Помню, я был маленьким ребенком, ходил к бабушке, которая жила в Риге, мимо вычислительного центра, трехэтажного здания, из которого раздавались гул и рычание. А сейчас всю эту работу выполняет один компьютер, который помещается в сумочку. Нравится или не нравится, но научно-технический прогресс – это неизбежная реальность. Гундерс Даудзе подчеркивает, что не стоит бояться нового. Как только ты это новое осваиваешь, сразу понимаешь, насколько это необходимо. Когда я в 70-е годы прошлого века учился в Латвийском университете по специальности прикладная математика, я был среди первых студентов, которые учились в этом трехэтажном здании. Я знаю, что означал гул в этом здании. Мы работали с перфокартами для того, чтобы вводить информацию, которая выдавалась тоже в виде перфокарты. Прогресс, который произошел за последние 50 лет, он просто фантастический, особенно в сфере обработки и получения информации. Депутаты Сайма, пообщавшись с учителями и школьниками, убедились в том, что приобретенное для школ оборудование используется, вкладывая средства в современное оборудование, государство и самоуправление вкладывают в развитие полноценной личности и страны. По словам Яниса Вуцин, с одним оснащением проблемы в системе образования не решишь. Во время работы над созданием новой системы оплаты труда выявились еще две проблемы, над решением которых сейчас работает Министерство образования. Это школьная сеть и реформа содержания образования.